Праздник, который запомнится на всю жизнь, в Славянском районе прошел выпускной бал. О самых ярких моментах школьного торжества смотрите в первом материале выпуска. Казалось, только вчера всех этих красивых мальчишек и девчонок родители привели в первый класс. Вместе с ними переживали их первые успехи и неудачи. Но вот 11 лет школы незаметно пролетели. Дети выросли и повзрослели. И сегодня они делают свой первый шаг в самостоятельную жизнь. Это, конечно же, радостно и волнительно одновременно. Смешанные чувства. Вроде и счастливо, и одновременно грустно немного. Но я очень рада на самом деле. Я бы хотела сказать огромное спасибо учителям, которые нас хорошо подготовили к экзаменам. Хотя в этом году, могу сказать, они были достаточно сложными, особенно математика. И огромное спасибо родителям. Эмоции радостные. Конечно, грустно покидать школу. Очень красиво тут поступать, конечно, в институт, идти дальше по карьерной лестнице. Экзамены прошли успешно. Можно было чуть-чуть лучше поднажать. Но ничего, бывает. Будем стремиться достичь хороших результатов в жизни. С пятой школы. Прекрасная школа. Я недавно сюда переехала. Такие крутые учителя, такой классный коллектив. Знаете, вот это, наверное, тот случай, когда так изменился в лучшую сторону. Очень классно. Мне очень понравилась эта школа. Учителя замечательная. Привет Владимиру Ивановичу. Мой лучший друг. Вот. Это учитель физики. Поселенов Владимир Иванович. Очень классно. Вот. Сегодняшний день очень интересный, конечно. Очень много эмоций разных интересных. В этом году путевку во взрослую жизнь получили 450 выпускников Славянских школ. Все они собрались на театральной площади на районный выпускной бал. Виновников торжества, педагогов, родителей с таким значимым в жизни каждого человека событием, окончанием школы поздравил глава Славянского района Роман Синеговский. Дорогие выпускники, я от всей души поздравляю вас с праздником. Мы сегодня вас, по сути, провожаем взрослую жизнь. Я бы хотел, чтобы в этой взрослой жизни у вас все получилось. Вы закончили высшее учебное заведение, получили профессию. Желательно, чтобы эта профессия была любимая. Когда профессия любимая, тогда есть желание дерзать, творить и достигать высоких результатов. Есть возможность быть успешным в этой профессии. Дорогие учителя, я от всей души хочу вам сказать спасибо за верность профессии, за любовь к детям, за то, что вы и воспитали их, и дали им серьезное образование. Дорогие родители, я хочу, чтобы ваши дети были здоровы и счастливы. Всем удачи, успехов! Вперед, Славянск! Благодаря профессионализму и самоотдаче учителей, поддержке и настойчивости родителей, собственной целеустремленности. В этом году около 40 ребят стали медалистами. Шесть выпускников сдали единый государственный экзамен на 100 баллов. Ребята, добившиеся особых успехов в учении, были отмечены благодарственными письмами главы района Романа Синяковского, депутата Государственной Думы Ивана Демченко, депутата Законодательного Собрания Края Виктора Чернявского и памятными подарками. Выпускник школы номер 3. Ученик года 2022 и 2023. Призер заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по истории. Победитель регионального этапа по литературе. Призер по географии. Победитель интеллектуальных и творческих конкурсов. Алексей награжден благодарностью губернатора Краснодарского края за высокие достижения. В будущем мечтает стать дипломатом. Абаев Алексей. Выпускной бал – это особенный день. День, когда одноклассники, учителя и родители еще рядом. Вместе с выпускниками. Но уже завтра страница школьной жизни будет перевернута. И начнется новая глава. И писать ее будут сами ребята. Мы спросили их, о чем они мечтают. Кем хотят стать. И чем запомнятся школьные годы. Я очень счастлива. Очень счастлива, что я прошла этот сложный путь. Благодарю всех, кто был со мной рядом. Это было, правда, незабываемо. И, честно, я не пожалела, что пошла в 10-11 класс. Я хочу быть педагогом. Я пойду на учителя английского и русского языка. Я сдала на отлично все экзамены. Думаю, у меня все получится. Безумно мечтаю с первого класса стать врачом. Так как я мечтаю услышать фразу «Спасибо, что спасли мою жизнь». Я хочу помогать людям. Я люблю, когда человек способен подарить другому человеку эмоции. Принести ему пользу, добро. Поступать буду в медицинский вуз. Желаю успеха всем выпускникам. Желаю, чтобы все их мечты воплотили. Чтобы все у каждого сложилось именно так, как он планировал. Больше всего школа мне запомнится мероприятиями, которые там проводились. Педагогами, которые бережно вели нас через все года. Вкладывали в нас знания. Скорее всего, поступать в Москву буду. Быть каким-нибудь инженером или астрономом. Ставить амбициозные цели и добиваться их, выпускников, конечно же, научили педагоги, которые не 11 лет вели их по дороге знаний. Каждый выпуск и класс запоминается чем-то особенным, навсегда оставляя свой след в сердце учителя. Это у меня сегодня шестой уже выпуск. Запомнился тем, что дети очень активные, очень позитивные. Мы сегодня просто счастливы, что все сдали экзамены, что все идут во взрослую жизнь с аттестатами об окончании 11 класса. Поэтому детям успехов и в добрый путь. Этот выпуск, как все они обычные, но этот выпуск, дети были все до единого, такие увлеченные. Никому не надо было говорить, что надо учиться. У всех есть своя цель. Я им желаю, чтобы все, что задумали, у них получилось. Чтобы выбрали именно тот путь, и он у них состоялся, который им больше всего нравится. Вместе с выпускниками на последний школьный бал в этот день, конечно же, пришли их родители. Они также волновались и переживали. Их дети незаметно повзрослели и уже совсем скоро упорхнут из родительского гнезда. Расставаться с ними, конечно же, тяжело. Очень трепетно на душе, потому что выпускаю дочку, сама учительница со слезами на глазах, но с радостью на сердце и на душе. Выпускаем наших выпускников, наших учеников. Очень рады за них, за их успехи. Мы желаем им в дальнейшем успехов в личной жизни, в учебе. Пусть поступают в вузы, которые они задумали. Пусть исполнятся все их желания. Мы отправляем их в добрый путь. Это и радость от того, что ребята наконец-то получили долгожданный аттестат. Показали блестящие результаты на итоговой аттестации. С другой стороны, грусть от того, что и собственный ребенок заканчивает школу, скоро уедет и будет очень редко нас навещать, потому что далеко собирается поступать. Грусть от того, что уже не увижу в школьных коридорах наших задорных мальчишек, наших веселых, милых девчонок. Но, тем не менее, если это грусть, то это грусть жизнеутверждающая. В добрый путь, выпускники! Мы вас очень любим, ценим и ждем в нашем родном городе. Организаторы выпускного бала постарались, чтобы праздник получился ярким и запоминающимся. В адрес выпускников звучали красивые поздравления, исполнялись творческие номера. Самым трогательным моментом программы стал вальс. На танец дети пригласили своих родителей и учителей. Только для нас, слышишь, для нас вальс выпускной. И в небе звезды танцуют для нас. Как в этот вечер летний стучат в унисон сердца. И заставляют верить опять в чудеса. На протяжении вот уже нескольких лет неотъемлемой частью выпускного бала является флешмоб выпускников. И в этом году эта красивая, добрая традиция была продолжена. Нарядные и счастливые юноши и девушки исполнили свой последний школьный танец. На дворе июнь и лето. Это хорошо. Развенел звонок последний. Это хорошо. Аттестат у вас в кармане. Это хорошо. Быть выпускником Кубани. Это здорово. Все начинается. Все начинается. Все начинается. Сегодня. Сегодня. После завершения официальной части праздника для выпускников началась дискотека. Перед ребятами выступила кавер-группа «Укроп». А точно от напису ей, напоминая о твоих поцелуях. Все дело в том, что можешь ничем не рискуеть, А я буду, чтобы потерять тебя. Я невозможно скучаю, Я очень болен, я почти умираю. Закончился вечер грандиозным праздничным салютом В честь выпускников 2023 года. Анна Монастыренко, Станислав Бурбыко, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова